Всем привет! Сегодня будем готовить три новые закуски на Новый Год. Они все абсолютно разные, красивые, необычные по виду. Значит, самая моя любимая закуска, это вот эта закуска. Значит, сейчас я расскажу, как я фарширую такой перец. Розмарин, тимьян, в общем, начинаем! Закуски, которая готовится из перца. Я покупаю вот такой перец. Это не острый перец, он вот такой вот длинный. Бывает он уже зеленый, бывает тоже. Главное, чтобы он был сладкий. Значит, как вариант, вы, конечно, можете взять один перец чили и сделать такую закуску-сюрприз, кому что попалось, но это на любителя. Значит, его нужно почистить. Как я делаю? Отрезаю просто вот здесь хвостик, где он рос, вынимаю зернышки, вот так. Смотрите, их тут вообще мало. Буквально вот так вот чуть-чуть. И главное, помыть водой внутри, чтобы никаких семян не осталось. Получается вот так. Мне понадобится красный лук. Я взяла четвертинку, но если у вас маленькая луковица, то ее будет достаточно. Главное, порезать очень тоненько. Помидоры черри режем пополам. Вот эти вот желтые у меня немного великоваты. Я их еще пополам порежу. Если вы найдете не только красный перец большой, но и зеленый, у вас получится по цвету очень красивый салат, как радуга. Вы поняли, не радуга, а светофор. Так, берем маслины. Я беру черные, резать их не нужно. Они как раз в такую величину, что нормально. Можно еще зеленых добавить. Сначала лучок. Вот так вот его разбираем. С помидорами. Оливки. Фету. Мнем вилочкой. Она достаточно мягкая. Сюда нужно добавить одну полную столовую ложку. Видите, как я здесь насыпала себе. Значит, самой жирной сметаной, которую вы только найдете. У меня сегодня 25%, хотя у нас продается и 30%. Сюда я выдавливаю чесночок, буквально 2 зубчика. Много не нужно. И еще маленький секрет. Я беру свежий тимьян. Сейчас он продается в любом гипермаркете. Но если вы свежего не найдете, берите хотя бы в специях и добавляйте щепотку. Значит, когда он свежий, он такой ароматный. Мы берем вот эти вот зелененькие, ну, листики маленькие. Посмотрите, какие они манюнички. Вот так я отрываю листики и добавляю сюда. На самом деле это очень вкусно. Такой пикантный получается вкус. Буквально чуть-чуть перемешиваем. Если вы будете добавлять тимьян в специю, вы можете чуть больше, где-то пол чайной ложки насыпать. Просто когда он свежий, он совершенно другой. Он такой ароматный. Перец и такую какую-то длинную ложку. Эти ложки мне подарили подписчики. Маленький мальчик, он приходил с семьей навстречу подписчикам в Германии. И мне подарили ему ложки. Вот я ими пользуюсь. Так, теперь начиняем. Ой, как же это ароматно. Фета плюс свежий тимьян. В общем, что-то такое прям вот нереальное. Ой, много. Так, теперь начиняем. Начинить надо плотненько, потому что потом мы их будем разрезать. Совсем забыла. У перца вот этот край нужно обрезать. Ну, во-первых, чтобы здесь был воздух, вот так, чтобы легче было начинять. И так мы увидим, когда полностью перец заполнится. Посмотрите, как получилось. Вот так вот с двух сторон. У меня было 5 перчиков. Вот такие, они достаточно пузатенькие. Если они у вас длиннее, тогда вам хватит штучек на 6-7. Так, теперь нужно разрезать. Сейчас посмотрим, как режется. Приблизительно, как маслинки. Вот такие, чтобы они по величине были. Пока режу, подъедаю немножко. Честно признаюсь, из всех трех это моя любимая закуска. Но она, правда, очень вкусная. Аккуратно переносим подготовленный перец к общей закуске. Пока еще вы не успели перемешать, поливаем перец оливковым маслом. Сильно мешать не надо, вам просто нужно, чтобы вот все, что мы положили, было видно. И еще сюда. Как вы думаете, что лучше всего сочетается с тимьяном и чесноком? Сейчас я вам скажу. Размарин. Причем свежий розмарин. Найдите свежий розмарин. Это праздники, хочется что-то такого вкусного, ароматного. Размарин. Берем буквально вот такую маленькую веточку розмарина. И вот так вот сюда. Это, конечно, по желанию, на любителя, но мне очень нравится. Получается очень ароматно. Вот так, чуть-чуть. Ой, сразу такой запах. Я две добавлю. Я люблю розмарин. Я добавлю две. Что хорошо, вы можете такой салат подготовить заранее. Вы можете все подготовить, только не режьте помидоры заранее. И перец подготовить. А помидоры и нарезать уже фаршированный перец перед подачей. Вот так залили и сразу поставили. Посмотрите, какая закуска. Сейчас будем пробовать. Это уже ароматно так, от розмарина. И посмотрите, как необычно, как будто вы каждый кусочек начиняли. А смотрится как. Еще сюда добавить зеленых оливок тоже будет хорошо. Но, как по мне, розмарин делает свое дело. Зеленый цвет действительно, как светофор. Теперь закуска, которая готовится быстрее всего. Буквально 5 минут. Из овощей одни помидоры. Я покупаю помидоры, которые чуть больше, чем черри. Вот такие они, посмотрите. Теперь нужно отрезать шапочки. Причем вот эти хвостики не убирайте там, где они есть. Это будет очень красиво. Теперь, смотрите, шапочку отрезаем. Вот так острым ножом. Шапочку в сторону она нам понадобится. В помидоре есть вот такая перекладина. Чуть-чуть ее надрезаем. Тут и тут. И все. И ложечкой убираем серединку. Все. Вот так. Здесь я использую брынзу. Брынзу толчем вилочкой. Добавляем сюда немного сметаны. Тоже, чтобы, знаете, так хорошо соединить все. Вот буквально ложечку. Тоже не солите, потому что достаточно соли. Берем свежайший базилик. И мелко сечем базилик. Ой, как сразу ароматно. Добавляем базилик. И добавляем итальянские травы. Все перемешиваем. И теперь начиняем помидоры. Посмотрите, как готовится это все быстро. Но вкусно это просто нереально. Значит, посмотрите. Делаю небольшое углубление внутри каждого помидорчика. Вот так. И сюда в серединку несколько зерен кедровых орешков. Накрываем шляпкой. И у нас получается вот такая красота. Ребята, можно не добавлять кедровые орехи. Но это Новый год, Рождество. Почему нет? Я покупаю не в качестве рекламы. У Вашани такие пакетированные. Они стоят буквально 1 евро. Целая пачечка. И мне хватает, чтобы украсить туда чуть-чуть, туда чуть-чуть. Очень удобно и хорошо. Поэтому не очень дорого. Все. Делаем вот такие вот мини-мини помидорчики. А сверху я немного потом вокруг посыпаю орешками. Очень красиво, вкусно. И так, знаете, на один укус. Всегда этих помидоров бывает мало. Потому что всем нравится, всем вкусно. Она, знаете, так заглотнула все. Все, что вот такое мелкое, уходит быстрее всего. Оно вкусное, поэтому готовьте много. Посмотрите, какая красота получилась. Знаете, на укропе выглядят, как новогодние красные игрушки. Куда деть все остатки помидоров? И не только этих, а вообще остатки помидоров. Сейчас расскажу очень вкусную закуску. Готовите гренки. Я сделала в тостере, но можно сделать в духовке. Так вкуснее. Натираем чесночком. Берем оливковое масло и поливаем сверху чеснока оливковым маслом. Вот так. Сверху выкладываем помидоры. И поверьте, больше ничего не нужно. Получается идеальная закуска. Ароматная, вкусная. И пока вы делаете другие закуски, это уйдет на ура. Для пингвинов я отварила перепелиные яйца. Разрежем их пополам и вымем желтки. Делать пингвинов очень просто. Не думайте, что это тяжело. Вон, смотрите, бах и выпадают. Вот так. Опа. Берем сардину. Я отправляю сюда несколько кусочков сардины. Без майонеза, без чего-либо. Просто перетираем желтки с рыбой. Начиняем половинки. Я хорошо вот так вот утрамбовываю. И снимаю с краев, чтобы они обратно хорошо соединились. Вот так. Я взяла морковку и порезала небольшие кружочки. Теперь в морковке с одной стороны отрезаем вот такие треугольнички. Вот так. Теперь вот этот треугольничек, это будет носик, засовываем в оливку, чтобы у нас получился нос. Я вот так вот бока немножечко отрежу, чтобы оно хорошо вошло. Смотрите, опа, и у нас получился носик. А это будут лапки. Это обычная сырая морковка. Оливки для крылышек режем не совсем пополам, потому что нам нужна более плоская часть. Вот так. Мы как бы отрезаем вот такие вот шляпочки, чтобы они были более плоские. Берем голову, надеваем на зубочистку. Теперь яйцо. И теперь лапки ставим. Опа. Так, вот у нас получается пингвин. Очень, в принципе, все быстро и просто. Можно, так сказать, залучшитый детей. Детям понравится самая главная такая рыбная закуска. Смотрите, оп. И пингвин готов. Немного майонеза вот так на плечики. И делаем крылышки. Получаются вот такие пингвинята. Лоло и Пепе. Целое семейство. Вот такие три разные закуски украсят ваш стол на празднике. Жду ваши комменты именно на вот эту закуску. Я хочу узнать ваше мнение, потому что я уверена, что вы будете ее готовить. Все. Всех с праздниковой. Всех люблю. Ставьте лайки. Делитесь этим видео. Смотрите меня на телеканале R1. Подписывайтесь на мой канал. Пока!